Кой Гильдобатыр, 1702-1795 годы Годы полководец, прославившихся в освободительной борьбе против джунгарских захватчиков Происходил из рода Шимыр племени Дулат Старшего Жузо Был образованным человеком своего времени, учился в Медресе в городе Бухара Из-за чего в народе его прозвали Хазрет Талант полководца, личная храбрость проявились в разгроме многотысячных джунгарских полчищ в 1729 году, в местечке, известном как Аныракай В девяти поединках с джунгарскими батырами Кой Гильда вышел победителем Плач разбитых на голову айратов услышали казахи все степи И потому кровавая сеча в той долине получила в народе название Аныракайской, долиной вражеской паники При жизни своего мудрого наставника Толибия, Кой Гильда Батыр, собрав 30-тысячное войско из представителей всех трех казахских жузов и каракалпаков, возглавил его в борьбе за освобождение родной земли Ярко проявилось его умение вести боевые действия в войне 1757-1758 годов, в результате которой были полностью освобождены города Ташкент, Туркестан, Сайрам, предгорье Каратау, Алатау, долины рек Таласичу Соединившись с войсками Абыла и Хана, казахи разгромили джунгарский пол чаще После этих исторических событий в народе сложилась притча Без Толибии нет никаких действий, без Кой Гильда нет военных действий Имя Батыра стало боевым кличем воинов Кой Гильда Батыр участвовал как полководец во всех битвах за освобождение житасусских земель Брат Кой Гильда Батыра Кожик был знаменосцем войск всего старшего жузо Кой Гильда Батыр умер своей смертью в возрасте 93 лет Похоронен по обычаям тех лет в Туркестане В городе Теразии установлен памятник в его честь